Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о такой прикольной фишке, которая существует в американской избирательной системе, в американской политической жизни. Это фишка перекраивания границ избирательных участков на основании данных переписи населения. Перепись населения проходит раз в 10 лет. Вот каждый 10-й год, который с ноликом на конце, 20-й, 30-й, 40-й, 50-й и так далее. Вот у нас в 2020 году во время пандемии тоже такая была интересная перепись населения. Они немножко задержались с обработкой данных, но в принципе идея такая, что провели перепись, демография меняется. Ну и на основании этой переписи вообще много чего происходит. Например, вот, допустим, население штата Калифорния за 10 лет выросло меньше, не такими темпами росло, как население в стране в целом. Соответственно, были штаты, где население росло быстрее, чем в целом. А есть вот как Калифорния, где медленнее. Таким образом, если количество мест в палате представителей США зафиксировано, это сенаторов по два от каждого штата, а в палате представителей вот некоторое фиксированное количество мест. Тогда получается, что если где-то какой-то штат населения растет, а какой-то, может быть, скажем, не так быстро растет, то получается, что пересчитывают заново. Вот, например, по итогам переписи последней, 20-го года, Калифорния одно место потеряла, потому что население росло, но не так быстро. А вот, допустим, Техас рос более интенсивно. Техас, по-моему, там, я боюсь соврать, парочку мест лишних получил в палате представителей. Теперь смотрите, что получается. Это не касается исключительно палаты представителей, а выборов любого уровня, но тем не менее. Вот, смотрите, стало у нас на два места в палате представителей больше. Соответственно, каждое место имеет свой округ, место в палате представителей имеет округ, где избирается этот человек. Соответственно, у округа есть какие-то границы, и вот эти границы, они определяют, кто голосует за этого, кто за того. Во всяком округе есть какое-то соотношение людей, голосующих за партию, там, скажем, консервативную и за партию демократическую. Соответственно, когда мы округа эти переструктурируем, а нам нужно теперь на два округа больше, да, смотрите, мы же в Техасе, допустим, сейчас два новых члена палаты представителей, значит, нам нужно на два округа больше. Соответственно, мы должны как-то это вот перекроить, эту карту. Соответственно, есть возможность, я не говорю сейчас про Техас конкретно, к Техасу претензий нет, значит, я говорю о том, что когда появляется возможность переделывать границы, то обе партии, нельзя сказать, что они, как бы сказать, одна лучше другой в этом смысле, они здоровы переделывать границы так, чтобы чего-нибудь нахапать. То есть вот так вот провести, чтобы, значит, вот, допустим, стало больше места на этой стороне или на той. Вообще вот этот процесс, он называется джерри манглинг, этот процесс довольно замысловатый на самом деле. То есть если начать жульничать, то простор там колоссальный. Например, вот представьте себе, что у вас какой-то штат. В этом штате 10 мест там в палате представителей или где-то в какой-то ассамблее 10 мест, а население 20% голосует за одну партию и 80% за другую. Если так вот равномерно все это включить, то есть в каждом из 10 округов будет 20% на 80%, то те 20% не получат ни одного голоса. Вроде бы их 20%, но все 10 избранных депутатов будут от другой партии. А если эти границы провести по-другому, например, сказать, вот этих всех в один или там в два округа, да, вот эти 20% получат два округа, а те 80% получат, значит, 8 округов, то есть 8 депутатов. Да, получается 20, то есть 2 на 8 уже вроде как бы и так, получается, справедливо у тех свой голос появился. Можно еще круче сделать. Можно так повключать немножечко, знаете, что получится, что у них с 20% не два округа, не два голоса, а может быть даже и три, а может и четыре можно. То есть капитально можно изменить. Поэтому те, кто наверху, а решается это на уровне штата, у нас федеральное правительство не вмешивается, и федеральные законы не вмешиваются в этот процесс, конституция такая. Соответственно, значит, если на уровне штата какие-то злонамеренные, а еще раз, это от партии не зависит, то есть они обе в этом плане молодцы, здоровы, короче, мошенничать. И вот есть в принципе законы некоторые, ну в каждом штате есть законы по поводу выборов, по поводу проведения границ этих участков, и эти законы, в общем-то, не поощряют вот такое, но, сказать, изменение границ именно с целью дать преимущество одной партии или другой партии. Вот это самое Джерри Менгеринг, оно не поощряется, оно как бы наоборот. Но когда, например, в каком-то штате это происходит, вот я помню, несколько лет назад, какой-то штат, они там до Верховного суда дошли, мол, ну неправильно, Верховный суд рассматривать не стал, Верховный суд говорит, мы не вмешиваемся, и вы там у себя в штате решаете. Поэтому все зависит от расклада. Вот законодатели, которые принимают закон об изменении границ, это может быть от одной партии. Губернатор, который должен подписать, может оказаться от другой, он тогда не подпишет. Вот прямо сейчас вот это происходит. Пытаются менять границы, ну меняют границы на основании переписи населения 2020 года. Вот есть места, есть такие штаты, где законодатели норовят что-то сделать, а губернатор не подписывает, и, соответственно, у них не получается. Есть места, где суды отказываются признать эти границы правильными. То есть сейчас этот процесс очень бурно происходит, потому что, ну, пора, потому что время. Кроме того, выборы же скоро, вот в ноябре-то уже выборы, мы же сколько там осталось. Вот, поэтому такая как бы актуальная ситуация. Как правило, когда это происходит, то крик стоит со стороны пострадавшей партии. Они начинают очень громко кричать, что их обидели. Но еще раз, это надо воспринимать как бы умеренно, потому что они все время меняются местами. То есть одни обижают, другие кричат, потом те, кто обиженные, значит, они обижают, а те, кто обижал, теперь они кричат. Вот, в общем, такой вот интересный процесс. Значит, что в этом деле совсем плохого, вот я скажу. Значит, если людей делить по округам так, что в этом округе, ну, как бы предопределенный результат, то получается, что нет смысла ходить на выбор. Вот даже, например, ситуация с президентскими выборами, когда все выборщики от штата достаются победителю. Вот Калифорния, например. Вы можете ходить на выборы, а можете не ходить. Но мы точно знаем, что в Калифорнии все выборщики достанутся президентскому кандидату от демократической партии. А, допустим, там где-нибудь, я не знаю, в Айдаха, они все достанут, или там в Монтане, они все достанут к кандидату от республиканской партии. Вот ты ходи, ты не ходи, но кто-то все равно придет. И мы знаем, что те, кто придут, они вот так проголосуют. И аналогично это распространяется на выборы местные. И люди, надо сказать, гораздо активнее участвуют в выборах местных, потому что там их голос чего-то значит, чем вот на выборах каких-то таких больших-больших, где от нас вообще ничего не зависит. И вот эта вот история с Джерри Мангеринг, она как бы выключает людей из реального избирательного процесса. Но это не только ситуация с границами избирательных округов, но вообще, надо сказать, что такое ощущение, что специально сделано так, чтобы человеку не было смысла ходить на выборы. То есть, чтобы его голос ничего не значил. Вот как бы все так построено, да? Так что, ну, в общем, вот рассуждения такие. Почему я рассуждаю? Потому что сейчас идет некоторый базар в связи с тем, что кто-то кого-то, значит, там обобрал. Были большие подозрения, что республиканцы попытаются обобрать демократов и отнять у них какое-то количество мест в палате представителей. Но на самом деле получилось даже наоборот. Получилось, что по тем результатам, которые вот сейчас просматриваются, демократы как бы перехватят какое-то количество участков избирательных, там 4-5, я не знаю, несколько, вот сколько-то перехватит. Хотя казалось, что будет наоборот, в силу того, что там вот эта вот перекройка будет недобросовестная. Ну, в общем, такая вот интересная штука. В штате Нью-Йорк сейчас происходит такое дело, что вот там демократы просто выкроили себе там какое-то количество дополнительных участков. И как бы вот... Да, надо еще сказать, что какое-то время назад демократы пытались провести законопроект на федеральном уровне о том, чтобы запретить вот эти вот Джерри Мангелинг и, в общем, как-то порядок навести с этим делом. Но республиканцы не согласились на том основании, что выборы регулируются не федерально, а на уровне штатов. Вот нифига. Нифига у штатов отнимать, так сказать, их законные права. Поэтому, если бы они тогда согласились, то сейчас бы у них, например, не было бы необходимости ругаться, что у них там где-то их поприжали. Ну, вот видите, как бывает. Еще раз, там никто из них не лучше других. Это было бы нечестно говорить, что вот эти хорошие, а те плохие. Нет, нет, они абсолютно одинаковые в этом смысле. Все норовят что-нибудь стибрить, когда есть возможность. Счастливо! Счастливо!